МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем через 4 часа. Бриллианты уже в сейфе. Если все пойдет, по нашему сценарию, через 5 часов они будут у нас. Вопросы? Какие вопросы? Пойдем покажем, кто в этом городе настоящие воры. Настоящие воры в этом городе банки не грабят. Они ими владеют. Извините, я вас не поняла. Чего не поняла? Я просто хочу, чтобы вы с почты меня сюда перевели, чтобы здесь пенсию получать. Извините, но мы частный банк. Мы пенсиями не занимаемся. Здравствуйте. Мой папа только что сюда зашел и никак не выходит. Ну что, готов к дебюту? А он справится? Может, пускай лучше старшенький твой, а? Нет, старшенький пусть пончики кушает. Ну что, Николай Иванович, брать с собой ребенка – плохая идея. Ничего, ничего. Тут же как с выпивкой. Лучше под папкиным присмотром, чем Шентрополь в подворотне. Справится. Не волнуйся, девочка. Папа, наверняка где-то здесь, в зале. Пойди посмотри. Спасибо. Сегодня господин Горгеев уедет из банка пораньше. Часа в четыре. Наташа? Потом. Вызывай машинку, выезжай. Хорошо, Виктор Анатольевич. Да, Дмитрий Николаевич. Анатолий, ну что, все в силе? Да, выезжаю. А, уже? Да. И что, когда ждать? Через сорок минут буду у вас. Тогда давай так. Через сорок минут я тебя буду ждать у губера. Ну, в смысле у губернатора. Ну, я там буду, а? Ну, дорогой, я ж надеюсь, что ты не с пустыми руками будешь, да? Ну, давай. Давай, все. Давай, братская печень. Давай. Ты как? В порядке? Не понимаю, я что это за банк такой? Пенсионерам деньги не давать. Девушка, у меня дочка пропала. Десять лет. Должна была ждать на улице. В розовом платьице? В розовом, да. Она где-то здесь. Ой, посмотрите. Спасибо. А то я сказал ей никуда не уходить. А она ушла. Непослушная такая. Девочка. Папа! Доча, ну, чего ж ты? Ну, слава богу. А я тебя там, а ты здесь. Извините еще раз. До свидания. Вы пока девочку искали, этот мужик у вас со стола что-то утащил. Охрана! Задержите их. Становитесь. Когда вас поймают. Что значит поймают? Мы же профессионалы. Да, пап? Мы тоже. Поэтому вас поймают. Да, Сема? Ну, а как же. Документы сделал, там все в порядке. А что, когда я не был не в порядке? Ас. Приедет наряд милиции. И вас будут держать в комнате охраны. Это вот здесь. В подвальном помещении. Вот. А это свидетель. Он все видел. Следственный комитет майора юстиции Петров. Так, что похищено? Да ерунда. Вот. Карта, ключ. От служебных помещений банка. А что ты улыбишься? А, ну да. Ты же думаешь, раз ущерб небольшой, так ты отделаешься легко. Не угадал. Гражданин Шестаков. У тебя сейчас две дороги. Или ты мотаешь один за всех. Либо сдаешь мне, майору Петрову, всех своих дружбанов, которым ты вот этот ключик должен был передать. И идешь по своей любимой. 158-й. Понял? Слушаю я тебя внимательно. Виноват, товарищ майор. Мы их в отделение должны доставить. Чего? Вы что, не предупредили? Седьмой. Седьмой. Центр на связи. Прием. На связи. Подозреваемых передайте следователю. Сейчас подъедет. Как поняли? В подвале радиосвязь отсутствует. Поэтому милиция со своими связаться не сможет. А мы сможем. Если эта штука с начинкой окажется внутри помещения. А я подключусь к ней через банковскую сеть. Сеть я уже хакнул. Седьмой вас понял. Он уже здесь. Конец связи. Очень оперативно. И смотри, даже в милиции бывает порядок. Разрешите идти? Да валите вы уже. В комнате охраны есть вход в систему вентиляции. Оставьте нас наедине. Вещдок пока остается у меня. Ключ. Да, конечно. Если что, я в зале. И вот с этого момента все пойдет очень быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас пожарная ситуация, срочно пакет в помещение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожарная тревога. Срочно такими помещениями. Наташа, ключ! Бистро! Эвакуация! Бегом! Бегом! Внимание! Пожарная тревога. Срочно такими помещениями. Быстро! Ну, давай, композитор, открой мне его внутренний мир. Сигнал тревоги одновременно поступит. И в милицию, и в пожарку. И на все про все у нас будет ровно семь минут. Так, проходите. Не беспокоимся. Без паники. Небольшое время. Проходи к нам скорее. Отлично. Моцарт. Моцарт. Вот они. Все. Финита ля комедия. Уходим. Ты чего, а? Петрович! Ты чего? Что сделать? Ну, скажи. Коля, уходи. Коля, менты подъезжают. Сваливайте. Уезжайте. Папа! Валите, я сказал, все! Папа! Гриша, ну чего чего? А? Ну чего ты? Гриша! Зэп, ко мне! Зэп, ко мне! Прошу. Прощай. Свободен. Осужденный доделал свой срок. Отбыл полностью. Ну, Николай Иванович, давай, что ли, попрощаемся? Давайте. Буду скучать по тебе. Мне теперь тут и поговорить-то не с кем. Да ладно у вас тут без меня, вот так, полный аншлаг. Вот партиечку в шахматы не доиграли, жалко. Это вам. Спасибо. В следующий раз доиграем. Звони и похлопочу, чтобы тебя опять ко мне направили. Не, Федор Сергеевич. Следующего раза не будет, я все, я завязываю. Все вы так говорите. До встречи. Типа он вам на язык. Открывай. Дядя Коля! Здрасьте! Здрасьте, дядь Коль. Дядя Коля! Здрасьте! Что за племянники у меня нарисовались? Лешка с Валеркой. Композиторы вы, дети. Чук и гек. Ага. Вымахали. Да. Так что, дядь Коль, если есть какое-то дело, мы готовы. Вообще любое. Без вопросов. Валерик, он форточник клевый. А я уже несколько машин угнал. Несколько. Скажи сразу две. За первую условно, за вторую полторашка на малолетке. А на малолетке, я смотрю, неплохо кормят, да? Мне такие фартовые нужны. Спасибо. Будет для вас дело. Коля. Зайдете в магазин и возьмете там, только по-тихому, аккуратненько, селедочки малосольные, свежего сырка и хлеба свеженького. И водки. Две. А уважьте дедушку Сему. Дядя Коль, мы на серьезное дело готовы. А, точно, точно. Тогда еще конфеты к себе захватите. Ну что, Семка, к тебе домой. Поехали. А у тебя тут целая мастерская. Паспорта эмигрантом рисуешь? Не-не-не, со старым покончено. Гравирую подарочки, свежечики. Одним словом, самостоятельный и экономически активный пенсионер. Сема, я у тебя тут пару деньков по конту и слона. Так, Господи. Дела кое-какие закрою в городе. На-ка. Помнишь? И на море махну. Косточки греть, грехи замаливать. Айда со мной. Ну да. Мало там песка на пляже. Еще с меня насыпется. Нет уж. А я ведь последний раз на море был. Ну-ка, цейдь. Да. Когда сыну десять лет было, подарок сделал. А у вас что, сын есть? Ну, получается, вроде как есть. А так и не поменялся? Да. Последний раз звонил, сколько там, лет десять назад. Со свадьбой хотел поздравить. Не взял трубку. Мама там постаралась, чтобы он меня из жизни вычеркнул. А она с возвращением. А все боялась, чтобы он, как я, по кривой дорожке не пошел. И в тюремные ворота не уперся. Ты чего? Ну, это что-то водка не в то горло пошла. Счастливый ты человек, Сема. У тебя для водки отдельное горло. Слушай, дядь Коль, возьмите нас с Чуком на дявы. Мы не подкачаем. Не, ребятки. Дядя Коля на пенсии. Ну, а нам теперь что делать? Дядь Коль, ну у нас бабла вообще ноль. Дядь Коль. Машина есть? Есть. Поедете завтра со мной. Будут у вас бабки. Ты что, правда на дело с этими обалдуями решил пойти? Они же тебя быстрее прокурора обратно на нары положат. То есть просто достанете деньги из своего схрона и все? Никакого криминала? Никакого. Ну так не интересно. Не интересно восемь лет по одному коридору ходить. И вам с этим надо завязывать. Дядь Коль, а где вы так деньги спрятали? У отца даже посмертно все конфисковали. А в доме сына? Но он там никогда не жил. Ну что, хозяин? Принимай объект. Поздравляю, Андрюха. Все. Теперь ты хозяин этого дома. Сегодня утром все документы на тебя оформил. Вот. Заехал в магазин, оказывается, теперь продаются плоские эти телевизоры, которые можно сразу вешать на стенку. А мы под это дело на кухне целую нишу замутили. А почему ты не хотел, чтобы мама знала, что мы встречаемся? И что ты этот дом хочешь мне подарить? Ну и слушай, у нас там с мамой… Ну, когда я от вас ушел… Да не уходил ты. Да она тебя выгнала, когда узнала, что ты вор. Она мне все рассказала. Ты ей постоянно врал, а теперь мне врешь. А ты же ничего не знаешь. Да я и не хочу знать. Мама никогда твоих подарков не брала. И я не стану. Нам оборванного не надо. Все свои рестораны как раз. А? Мама. Мама. Что значит? У тебя не виноват! Вы говорили, дом пустой, а тут, походу, кто-то живет. А сейчас выясним. Так, отъедьте куда-нибудь, чтобы не отсвечивать здесь. Из машины ни шагу. Давай, давай, давай. Давай, давай. Здравствуйте. Здрасьте. Ой, извините. Я помощник вашего депутата. Иванов Петр Васильевич меня зовут. Отте-нате. Мало того, что депутат ничего не делает, еще и помощника ему дали. Нормально. Ну, справедливая критика. Ну вот, исправляем же с ошибки. Я с утра по участкам туда-сюда, туда-сюда. Спину перехватила. Артроз так замучила. Боль адская, вы себе не представляете. Календулый марш? Календулый марш? Календулый. А что, помогает? Ой, вы там у себя наверху ненародных проблем не знаете, ненародных средств. Я тебе сейчас расскажу. Давайте мы сначала про народные проблемы все-таки. А соседи, как, не беспокоят? Некоторые очень. Понятно. Вот, например, у меня тут записано 45-й дом. Вот. Да, вот этот вот. Тут написано, что там никто не живет, а я так посмотрел, ну, вроде жилой дом. Да, долго пустовал. Но пять лет назад поселилась семья с двумя детьми. А с двумя? Подождите, фамилия у них Ангелины? Совершенно верно. А кто у них? Мальчик и девочка. Девочка. Ну, это же хорошо, когда много детей, да? А хозяин там Ангелин Андрей, да? Совершенно верно. Только месяца три назад его забрали в тюрьму. Как в тюрьму? Да он как раз, его жена идет. Вон она. Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Тетя Таня, а почему он не послушался? Вот такие они, эти младшие братья и сестры. Сначала не слушаются, а потом помоги, помоги, ми-ми. Ну, как у нас дела? Мама, ты, главное, тетю Таню слушайся, а то в козочку превратишься. Молодец. Делаешь правильные выводы из прочитанного. Все, можешь идти мультики смотреть. В следующий раз я и сама буду книжку убирать. Восемь компаний обошла. И главное, бухгалтеры всем нужны, но обязательно полная занятость, работа в офисе. Ну и в чем проблема? Таня, ну мы уже это обсуждали. Мне нужна работа на дому, с кем я детей оставлю. То есть мой вариант нанять няню даже не рассматриваешь? Сама справлюсь. Вон, мама нас как-то одна от двоих воспитала и нормально. Мама на трех работах работала, а дома я и уборка, и на кухне, и с тобой. Ну ты-то как собираешься справляться? Да мне просто продержаться, пока Андрей не оправдает. Он не вор. Еще какой вор! Порядочные люди таких дворцов не покупают. В банке работал, аферист, гадалки не ходил. Разберемся. А вот там живет футбольный фанат. Это чистый бандит. Вкопал палку, поднимает в свой футбольный флаг, нажрется и давай флаг подымет. Оле! 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 А это мы разберемся. Я вот прямо сейчас к нему пойду и иду. Куда? Календула. Ну что-ка, дворов еще надо обойти. Проблемы людские выслушать. В другой раз. С артрозом другого раза может не быть. Проблемы людские я тебе сейчас сама расскажу. Ты только успевай записывать. Давай, 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 к нам. А вообще хоть один нормальный человек здесь живет? Есть, это я. Понятно. Что-то долго он эту бабку обрабатывает. Дядя Коля профессионал. Я слышал, он Эрмитаж грабанул. Ну какую-то там известную картину. Прикинулся искусствоведом и бац, ее посреди бела дня. И это в центре Москвы. Что, Эрмитаж в Питере? Да какая разница? Зачем он завязал? Мы бы с ним таких делов наворотили. Да нифига он не завязал. То он нам порожняк втирает, чтобы мы от него отвалили. Что делать? Надо как-то ему доказать, что мы не лохи. А если мы сами узнаем, кто в этом доме живет? Ну он придет, а у нас уже вся инфа в протоколе. Вон пацан идет. Пойдем у него спросим. Артист сказал из машины не вылезать. Ну назад сдавай. Фу! Фу, Джим! Не бойся, собачка моя. Пиши. В начале улицы. Из люка течет. Почему? Потому что гадят. Исправил? Да и ничего вы не исправите. Эй, пацан, ты мясный? Это же ребенок. Давай понежнее как-то. Мальчик, а хочешь на машинке прокатиться? Мальчик, у меня конфетки есть. Хочешь? Эй, мальчик! Тварь! С этими конченными я точно разберусь. Ну, возможно, ты права. Эта черная полоса действительно затянулась. Но она же закончится. Да, и придет другая, еще более черная. Ну что ты предлагаешь, просто сдаться? Я предлагаю смотреть правде в глаза и начинать снова жить. Нанять няню, найти работу, продать этот чертов огромный дом. Зачем он вам троим? Раздать долги и уже прекратить кормить этих кровососов-адвокатов. Андрей, ни в чем не виноват, и мы должны это доказать. Угу. Что углу? Говорил он мне, сколько он зарабатывал. Откуда у него деньги на этот дом? А я не верю. Вот такая я дура, можешь смеяться. А что мне остается? Признать, что у меня жизнь закончилась, что у меня муж вор, и что я пять лет буду воспитывать детей. Одна еще не буду их видеть, потому что буду работать на трех работах. Ой, блин. Оленька, ну, прости меня. Ну, прости меня. Ну, ты молодец, что не сдаешься. Ну, я просто, я переживаю за тебя. Я за вас переживаю. Ты меня прости? За что? Мне же сейчас занятия вести. Ой. Да... Замоем. Ну, знаешь, с этим пятном дети тебя больше будут уважать. Всегда тебе завидовала. Только что плакала, уже хихикаешь. Молодец. Да ты права. Просто дома этот жалко. И район такой хороший. Спокойный. Мам! Мам! Да мне какие-то дебилы за конфету предлагали на джипе покататься. Спокойный. Дядя Коля, ну, простите, но мы помочь хотели. В следующий раз, когда захотите помочь, в САБЕС устройтесь, помощники. А если бы номера вашей машины срисовали? Да плевать! Тачка-то все равно краденая. Чего? Да если надо, я могу любую тачку на раз угнать. Еще, мам, почему ты мне не сказал, что они дебилы? Так, стоп, стоп, стоп. То есть вы меня целый день по городу катали на ворованной тачке? Вы чего хотели? Чтобы я в тот же день обратно к хозяину отправился лет на пять? Я надеюсь, вы ее не здесь на улице оставили? Нет, конечно. Вообще-то здесь. Коль, я забыл тебе сказать, они дебилы. Сейчас отгоним. Сейчас отгоним. Что? Все, мы это... На, поешь. Да не хочу я есть. Ты ведь знал, что мой сын в тюрьме? Слышал. Ну, не хотел тебе говорить. Там какие-то банковские дела. У меня вообще-то не укладывается. Ну, он совсем не такой, как я, понимаешь? Ну, как мы. Коля, когда через маленького человека проходят большие деньги, ему иногда бывает трудно удержаться. Давай поешь. Все, Чук отгоняет тачку. Проблема ноль. Что дальше, Коля? Не знаю. В дом теперь просто так не попасть. А, дядь Коля, я же форточник. Если нужно куда-то влезть. Да. Здравствуйте. Это с водоканала вас беспокоит. У нас, женщина, тут авария на линии. Короче, мы сейчас к вам подошлем специалиста нашего. Если хотите, чтобы была вода, побудьте часик дома. Да, хорошо. Спасибо большое за понимание. Всего доброго. Нормалек у вас это получается. Слушайте, а тут пауков нету? Я пауков боюсь. Ну, откуда в люке пауки? Там только крыса, наверное. Крыса. Крыса. Слушай меня. Сидишь в люке, никуда не высовываешься. Я когда закончусь, я тебе пошлю эсэмэску. Получишь и сразу врубай воду. Понял. А ты поможешь ему выбраться из люка. Понял, я понял. Ну, если всем все понятно, за работу, мальчики. Ваш выход в третьем акте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Елки-палки Что? Да отвертку в мастерской забыл Вы побудьте дома, а я сгоняю Это час Да подождите, у меня должна быть отвертка Я сейчас принесу Ага Ёкарный хорёка Здрасьте Здрасьте Эта Система у вас Завоздушила Ищу где Этот Хорюк? Хорюк А вас как зовут? Меня зовут дядя сантехник А меня Галя Ой, какое красивое имя, Галя Сейчас редко кого так называют Это муж в честь мамы своей назвал В честь бабушки Ты на неё и похожа Вы что, были с Галиной Николаевной знакомы? Я? Ну откуда? Я просто вот фотографию увидел на стене Я так подумал, что это ваш муж ещё маленький с мамой А, да, это они в судаке отдыхали Вот, такая подойдёт? Да не, мне вообще крестовая нужна А мой папа сейчас в командировке Значит, скоро вернётся Да, со щенком Интересно, в командировке овчарки есть? Ну, это смотря какая командировка Куда, вот, на сколько В моей последней овчарок навалом была Ладно, Галь, давай пойдём Не будем дядя мешать Давайте, я тогда другую сейчас понесу Ты что здесь делаешь? Ты должен в люке сидеть Да я знаю Там кругом пауки Ты же знаешь, я их с детства боюсь Артист просигналит, я сразу метнусь Тебе артист сказал в люке сидеть Никто ничего не заметит Да что? Дядя, сантехник! Что, деточка, что? А чтобы стать сантехником, надо много учиться Ну, я тебе, Галочка, так скажу Если ты будешь много учиться, слушаться маму И очень-очень много читать То сантехником точно никогда не станешь У вас такие глаза добрые, как у папы Ну, мне работать надо А ты иди, поиграйся там Это я! А чего у вас дверь нараспашку? Ёлки-палки! Ты на кухне? Ой, жара какая Главное, с утра такая холодина была Я этот свитер напялила А пока две пары провела, думала сварюсь Вы кто? Что вы тут делаете? Тихо-тихо Я, я сантехник Систему завоздушила, но я... Дайте свитер Свитер дайте! Воспитанные люди говорят, пожалуйста Воспитанные люди не пялятся Что у вас тут происходит? Что у тебя происходит? Дверь нараспашку Тут посторонние, тебя нет Мне чуть инфаркт не хватил Вы не волнуйтесь Я в следующий раз обязательно повешу табличку Не раздеваться Работает сантехник Ой, очень смешно Вот, я нашла такую, подойдет? Да У вас точно такая, зачем вам вторая? Да я свою забыл, а хозяйка ушла, я нашел А-а-а Понятно Он просто тебя хотел спровадить, чтобы по дому пошарить Вы... Простите, пожалуйста, Тань Пойдем, не мешай человеку работать Дверь я оставлю открытой Да, конечно Нет, тут даже я не пролезу А ты попробуй с пауками добазариться Может, они тебе фото откроют? Ты че такая заведенная? Я нормальная Я, кажется, работу нашла Помнишь, Виталика Крыстылева Мы с ним в институте вместе учились А, да, такой очкарик Еще бегал за тобой Вот, обещал устроить к себе экономистом Похоже, он надежды не теряет А еще я позвонила в агентство И завтра придет няня на собеседование Не знаю, вдруг она мне не понравится Ну ничего, новую пришлет Я волнуюсь Я детей даже с бабушкой не оставляла Тут посторонний человек Умничка Я горжусь тобой Не знаю Столько перемен Работа, няня Перемены, это хорошо Ты сказала, человек, у которого 10 лет никаких перемен Девочка моя И я педагог У меня перемены каждые 45 минут А еще, я, кажется, нашла покупателя на дом Вот Извините Честное слово, нечаянно Ну, лучшему Менеджеру Гаранткоммерсбанкову Скажите, пожалуйста, уважаемый сантехник А почему вы Вместо того, чтобы чинить водопровод Около шкафа шарились Я трубы искал Понятно Оленька Я бы на твоем месте ложки пересчитала Тань Хорошо Допустим Он порядочный человек А посмотри, какой он мастер Пришел без инструмента Вообще-то Инструмент у него Был Я сейчас все подметую Прошло четверть часа А я почему-то не вижу традиционных результатов вашей деятельности Где эти трубы Грязная вода по всей кухне Послушайте, милая женщина Я вам не милая Да, я согласен Со мной вы, мягко говоря, не милая Вы мне просто дайте пять минут И вы увидите Как бурных вод Поток проворный Раскрасит плеском тишину Вы вместо того, чтобы цитировать Аполлона Григорьева Как я понимаю, любимого поэта сантехников Лучше бы делом занялись Ну я уже сказал Пять минут Хорошо Время пошло Я уверена, что и через полчаса ничего не будет Две минуты Брат Выручай Две минуты прошло У нас по-прежнему сухо Сейчас будет мокро Тай Что? Там, кажется, твою машину гоняют Кто? Непонятно Какие два парня в кепках Я разберусь Вот мерзавцы, а Школота Меня заметили Сразу драпанули Я кроме их пяток ничего Разглядеть-то не успел Все в порядке в машине Вроде да А, самое главное Замок зажигания Аккуратнее Извините Могла бы и поблагодарить человека Вот еще Все как обещал Раскрасит Плеском тишину Дядь Коль Ну простите Я на секунду вылез из люка Вы скажите спасибо Что я себе слово дал На зону больше не возвращаться Иначе укокошил бы вас обоих Хотя если бы рассказал на суде Какие вы идиоты Может и оправдали бы Так что Не получилось сумку с деньгами забрать Да там шкаф все перегораживает Надо как-то подбираться И главное Меня же там теперь все знают Вот такой у нас поворот сюжета А может мы этот шкаф расхреначим Если надо Я могу и стену снести А может вы просто заткнетесь Оценил масштаб креатива Расхренячим и все Две машины мы уже расхренячили Ну давайте дом еще расхренячим Валите отсюда Если что Вы на связи Достану деньги наберу Так что теперь делать-то Да есть одна идея Помощь твоя очень нужна Ну Все Сделай документы Коля Все Коля я тебе сказал Я завязал Все Ну будем придумывать что-нибудь другое Так происходит не потому что Скоро выборы А потому что работа С обращением к граждан Это моя ежедневная работа И я как мэр заявляю Проблема каждого жителя Торжка Да выключи ты его балабола И я буду делать все Он как ты и говорил Тот банк свой обанкротил Людей без вкладов оставил Потом купил другой Разбогател еще больше Правда когда он в мэры пошел Ему пришлось этот гарант Коммерсбанк продать Гарант Коммерсбанк Вот Тебя когда менты вязали Я успел к тебе на квартиру Завязать Кое-что собрал Спасибо Хоть до этих сокровищ я добрался Да вот эту щицу я помню Это же мы с тобой вместе Для Гали твоей выбирали Да Выбирали А потом она мне это вернула Вот такая вот память Ну ладно Ты глаза-то не мочи Сам же говоришь Жизнь продолжается Продолжается Я же сегодня с внучкой познакомился Это что-то Ты бы видел Такая егоза Классная Ладно Сделаю я тебе документы Но Коля Это последний раз Какая ксива-то нужна Паспорт Вот Фамилия, имя Все данные Фотку завтра сделаю Да Такое ты даже в лучшие Свои времена Не изображал А лучшие времена Сема Всегда впереди Кто там? Здравствуйте Я няня из агентства Минуту Сейчас открою Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok